итак здравствуйте сегодня мы будем смотреть песню странники и будем смотреть правую руку мелодию и вместе с аккомпанементом значит так что я сделал сейчас я вам сыграю от начала до конца в таком средненьком темпе потом будем разбирать по куплетам и припевам да тут есть припев ну хотя в принципе можно хорошо давайте не будем купили привет просто разобьем песню на несколько частей чтобы нам было удобнее ориентироваться и учить и потом уже будем смотреть аккорды в левой руке и мелодию вправо и так версия для начинающих вот таки простая версия поэтому я скажу в конце как можно ее усложнить если вам слишком сказать просто будет но а теперь попробуем ну Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Поэтому я играю в этой тисситоре, в этой октаве. Вы можете перенести пониже. Если вы, конечно, любите что-то уникальное, можете играть вообще здесь. То есть тут уже я не настаиваю. Здесь нет определенного какого-то правила. Итак, начнем с того, что я вам расскажу основные аккорды, которые будут использоваться в нашем произведении. Значит, это у нас ля минор. Он будет играться так. Ля минор. Вы, когда... Вот я здесь буду дублировать аккорды. Если я играю в этой тисситоре, вы можете играть как здесь, так и здесь, так и здесь. То есть где вам будет более комфортно к вашему слуху. То есть тут уже нет вообще никакой разницы. Главное, чтобы у нас руки не перекрещивались, хорошо? И не было наслоения. Выбирайте комфортно для вашего уха и для рук октаву. Итак, это ля минор. Ре минор. Соль мажор. И до мажор. Давайте посмотрим дальше, что у нас в куплете. Снова ля минор. Ре минор. Ми мажор. И ля минор. Можете ставить на паузу. И поработать, поиграть несколько раз эти аккорды. Несколько раз, чтобы ваша рука уже знала, куда идти и как вообще двигаться, по какой закономерности. Теперь попробуем сыграть правую руку. Это у нас была первая часть. Ну что, попробуем съединить двумя руками. Итак, левая рука дает начало, первую долю. Левая рука дает начало, первую долю. Левая рука, значит, все аккорды такие же, кроме первого. Мы играли сначала ля минор, а теперь у нас будет ля мажор. То есть, нота до меняется на до диез, до черную. И получается так. Ля, су, 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 ля, су. И немножко мелодия другая. И теперь вот эта же вторая часть повторяется еще раз. То есть, у нас первая, вторая, третья часть. И вторая и третья часть одинаково идентично повторяются. Только в конце в правой руке немножечко по-другому она, как сказать, заканчивается. Итак, вот мы с вами разобрали правую и левую руку. Конечно, у вас, возможно, возник вопрос, почему ля мажор, ля минор та, а ля мажор звучит та. Значит, это отдельная тема с построением аккордов. Я думаю, что я скоро запишу видео то, как читать аккорды на фортепиано. И вы сможете посмотреть его на канале. Поэтому подписывайтесь. И скоро-скоро я надеюсь, что я это сделаю. Значит так, когда вы посмотрели правую и левую руку, добавляем педаль. Педаль нажимаете вместе со сменой аккорда. То есть, у нас первый аккорд ля. Нажали педаль. Следующий аккорд. Подняли, опустили. Аккорд. Подняли, опустили педаль. И держим, держим, держим педаль. Педаль, аккорд. Подняли, педаль, опустили. То есть, у нас так. Аккорд. Подняли, опустили. Аккорд. Подняли, опустили. Поработайте. Отдельно поиграйте левую руку с педалью. Потому что это такое, знаете, дело очень щепетильное, кропотливое. И желательно этому уделить внимание. Итак, когда вы это все сделали, добавляем динамику. Итак, теперь версия для более продвинутых. То есть, вы можете каждый аккорд разделить на бас. То есть, у нас аккорд. И мы нижнюю нотку просто дублируем внизу. Потом ре, ре, соль, соль, ля, ля, ля. И вот так вот у нас левая побежала. Следующий вариант, как можно сыграть, это арпеджио. Можем взять аккорд и разделить его. Нотки все играть по порядку. Музыка. 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 Третья часть я не повторяю. Она идентичная, как вторая. Поэтому вы уже сами сможете сориентироваться. Значит так, это был третий вариант. Может быть, давайте посмотрим какой-нибудь четвертый. Попробуем соединить как-нибудь. Соединить? Что мы можем тут соединить? Так. Так, сейчас я попробую импровизировать. Так, мне это сложно. Раз, два, три, ре, 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 ре. Нет, это некрасиво. Что тут еще можно сделать? Да, да. Ну, ладно, давайте не будем четвертый все-таки. Вот эти три способа самых таких базовых, основных. Кстати, в принципе, вы можете посмотреть, у меня есть еще видео. Я рассказываю там еще 14 способов, как можно разнообразить ваш аккомпанемент и играть любую мелодию с импровизацией в левой руке. Поэтому можете заглянуть в то видео. Оно уже есть на канале. Итак, ну, если вы хотите научиться играть по нотам и научиться играть аккорды и импровизировать, записывайтесь ко мне на индивидуальные уроки. Ссылочку оставлю внизу. И еще нотки. Если вы ищете какие-нибудь красивые, простые нотки, у меня есть телеграм-канал, куда я выкладываю свои аранжировки, обработки, какие-нибудь интересные ноты. Поэтому подписывайтесь туда тоже. Ну, а мы с вами прощаемся до следующего видео. Всего хорошего!